здравствуйте вы попали на кулинарный канал диетолога скачко сегодня проанализировал интернет на тему коронавирус 2020 китае и не удержался написал именно такое видео о своем кулинарном канале хотя советы по правильному питанию как подготовиться к этой коварной вирусной инфекции как и правильно сопровождать чтобы меньше вероятность осложнений в этом видео все же будут и так почему что мотивировал у меня написать это видео вы большинстве сми распространяется неточная информация о первых признаках болезни согласно которой это першение в горле сухой кашель повышение температуры тела общее недомогание иным словами очень напоминает крип на самом деле да эти признаки это первые признаки болезни при появлении которых вам аж бегом в больницу чтобы не умереть от пневмонии от респираторного дистресс синдрома который вызывает коронавирус но помощь можно оказать себе значительно раньше есть еще продромальный период китайские врачи утверждают что он от 2 до 14 дней и там признаки совершенно иные вы можете быть в полной уверенности у вас органы дыхания в порядке на самом деле вы уже больны вы источник инфекции для своих друзей знакомых родственников тех кто с кем вы контактируете эти признаки со стороны органов пищеварения именно там первично размножается коронавирус на площади 1300 квадратных метров органы дыхания всего 130 квадратных метров понятно почему основное поражение здесь размножение в кишечнике токсины проходят кровь если вы женщина ребенок пожилой человек у которого плохо работает печень как фильтр токсины попадает к легким и развивается респираторный дистресс дистресс синдром все просто вы понимаете насколько это важная информация поэтому прошу подписчиков моего канала зрителей сделать максимальный репост максимальное количество лайков пишите в комментариях чтобы эта информация попала максимальному количеству людей остановить инфекцию очень сложно карантин в китае 56 миллионов человек находится а 5 миллионов успела выехать вся юго-восточная азия в европе в америке уже есть случаи болезни и тут предупрежден вооружен нужно правильно оказывать себе помощь на предыдущем этапе поэтому если у вас изменилось состояние органов пищеварительной системы а именно изменился аппетит появились какие-то боли в желудке подташнивание и сжога то есть эти признаки не заставляют вас в обычной жизни обратиться к врачу на возможно у вас начал размножаться коронавирус и вы находитесь в опасной зоне болезни поэтому простой совет диетолога найдите на моем канале борщевая диета возможно ссылку вы уже в этом видео видите посмотрите как правильно готовить борщ борщ реально помогает и улучшить работу пищеварительной системы и повысить местный иммунитет и работает прекрасно как сорбент для тех токсинов коронавирусов которые могли появиться в кишечнике в этом случае вы несколько разрушаете свой организм продлеваете продромальный период а чем он продолжительней тем меньше опасность для вашего здоровья вашей жизни поэтому вот пока коронавирус размножается в кишечнике если вы будете осложнять ему жизнь темп продолжения будет меньше степени интоксикации меньше риск для вашего здоровья вашей жизни меньше понимаете насколько это важно если вы это понимаете напишите в комментариях как просто это дело более того советую вам правильно относиться к имбирю имбирь король пряностей он тоже может изменить состояние органов пищеварения в вашу пользу и осложнить жизнь не только корону вирусу но и другим возбудителем инфекции но не следует сразу используйте имбирь такими количествами на моем канале есть видео имбирные тесты ссылочку я думаю вам в конце этого видео тоже да чтобы вам проще было найти проверьте в начале свой организм по имбирным тестом как он относится к воздействию эфирных масел и других биологических веществ имбиря чтобы вы не пострадали также советую вам чаще использовать чеснок тоже хорошая пряность и такое видео тоже есть на моем канале как его использовать для того чтобы улучшить работу пищеварительной системы поднять там местный иммунитет и в этом случае вновь вероятность заражения коронавирусом и токсических осложнений будет меньше ну мойте руки перед едой вы это знаете я бы советовал вам мыть руки когда вы вернулись с улицы вы можете принести на руках в свое помещение коронавирус и дальше потом бороться с этой инфекцией понятно сыроедение отпала в принципе все продукты питания которые попадают ваш организм должны попадать согласно восточному правилу по которому хуже пища остывший и столько пищи разогретые понятно сырую пищу то в принципе не ели пища должна быть приготовлено обработано термически прямо перед употреблением в этом случае вы тоже находитесь в большей зоне безопасности и вероятность развития попадания в ваш организм соответственно развитие коронавируса будет минимально вот эти вот простые советы я вам дал в одном из следующих видео я обязательно дам более подробные советы как приготовить имбирь чеснок и другие возможно растения иными способами для того чтобы улучшить работу вашего организма пищеварительной системы в первую очередь органов дыхания чтобы вероятность развития инфекции в вашем организме было минимально ну и соответственно вероятность развития осложнений до новых встреч на моих видео каналах доктор скачков школа доктора скачков это youtube а также школу доктора скачков instagram